Печальная и трагическая дата в нашей истории 22 июня 1941 года – это незабываемый день, когда немецко-фашистские войска напали на нашу страну. Ровно в полдень в Славянском парке 40-летия Победы началось памятно-мемориальное мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. Подробности этого события в нашем следующем репортаже. Ночь на 22 июня – самая короткая в году, а в далеком 1941 она стала самой страшной. Десятки тысяч людей погибли уже в первый день войны, а впереди было еще 4 года сражений. Только за первый год войны на фронт отправились 600 тысяч кубанцев, каждый пятый житель края, было среди них немало и славянцев. Для того, чтобы выстоять против фашистских полчищ, победить сильнейшую армию, нашим воинам, всему нашему народу понадобилось напряжение всех сил, и за победу пришлось заплатить очень большую цену. Война оставила несгладимый след жизни нашей страны, каждой семьи. 27 миллионов погибших, похоронки, пришедшие почти в каждый дом, замученные в оккупации люди, искалеченные войной судьбы целого поколения людей. Память о страшной трагедии в истории нашей страны осталась с нами навсегда. Все, что связано с Великой Отечественной войной, это наша душевная боль. И одновременно наша огромная гордость за победу, за наших ветеранов и тружеников тыла, которым мы безмерно благодарны. В этот день скорбит вся Кубань, все потомки великого народа-победителя. Он пережил военное лихолетие, выстоял в кровопролитной войне. История, которую все должны сохранять и передавать через поколения, это настоящая гордость России. Молодое поколение свято чтит имена героев войны и помнит их подвиги. Четыре года войны. Это 1418 дней без примерного народного подвига, гибели сыновей и дочерей. Низкий поклон всем, мужественным солдатам и доблестным труженикам тыла Великой Отечественной. Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Но благодарная память потомков не должна угасать. Мы, молодое поколение России, всегда будем помнить героические подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В четверть первого по всей России была объявлена минута молчания. Именно в это время, 81 год назад, гражданам Советского Союза официально сообщили о начале Великой Отечественной войны. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена павших. Три года, десять месяцев, восемнадцать дней длилась Великая Отечественная война. Она унесла десятки миллионов жизней. Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в фашистских фонслагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу, кто дошел до Берлина и Праги. Затем состоялось возложение венков и живых цветов к вечному огню и к мемориалу павшим героям. Это лишь скромная дань памяти тем, кто в сражениях отстоял независимость нашей страны. Раз, два, три, четыре, четыре, пять, шесть, Эстафету памяти от ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны принимают и продолжают нести представители молодого поколения. Для них это большая честь и ответственность. Для меня большая честь участвовать в митинге. Мы должны почитать память наших дедов, которые подарили нам мирное небо над головой. День памяти и скорби уже традиционно, в 12-15, проходится российское митиномолчание. У нас ежегодно проходит возложение цветов к памятным знакам. Действительно, очень радует, что в основном участники этих возложений это молодежь, студенты, школьники, юнормейцы. Действительно, мы передаем им эстафету памяти. Именно им продолжается наше дело. Именно они будут передавать эту память из поколения в поколение. На памятном мемориальном мероприятии говорилось о том, что пока живы свидетели Великой Отечественной войны, нужно слушать и запоминать каждое слово. Поклониться памяти павших пришло в этот день немало молодежи, для которых события войны не пустой для сердца звук. И если жива священная память о подвиге солдат Победы, мы будем изо всех сил противостоять любому нападению на нашу великую страну. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».